Задача в точке К поставить перпендикуляр к плоскости, заданной пересекающимися прямыми А и Б. Как нам известно, что перпендикуляр, это будет перпендикуляр, его проекции будут перпендикулярны фронтальной проекции фронтали и горизонтальной проекции горизонтали. Поэтому первым делом, что необходимо сделать, это построить горизонталь и фронталь. Для построения мы проведем через точку, можно любую точку, ну вот я взял левую крайнюю точку, проведу прямую параллельную линию пересечения плоскостей. Это будет фронтальная проекция фронтали. Вместе пересечения с проекцией Б1 найду точку и найду дальше эту точку, соответственно, на фронтальной проекции фронтали. Вот эта точка будет. И проведу фронталь. Подпишем. Значит, вот это у нас будет фронтальная проекция фронтали. Это будет горизонтальная проекция фронтали. И теперь точно так же мы поступим с горизонталью. С горизонталью. Для этого проведем проекцию параллельно также линии пересечения. Найдем точку пересечения. Найдем эту точку на горизонтальной плоскости. И построим горизонтальную проекцию горизонтали. Горизонтали. Это будет у нас вот это. Подпишем. Значит, внизу у нас будет h1. А вот здесь будет h2. Ну, все, собственно говоря, мы подготовку провели. Дальше. Теперь непосредственно построим этот перпендикуляр. Перпендикуляр. Значит, мы его построим синим. И из точки k мы должны опустить перпендикуляр на фронтальную проекцию фронтали. Опускаем перпендикуляр. Вот в этой точке. Опустили. Дальше. Из точки k на горизонтальной проекции мы должны опустить перпендикуляр к горизонтальной проекции горизонтали. Это у нас будет вот она. Ну, и эта проекция, сам перпендикуляр, он не заканчивается отрезком. Это не отрезок. Это вообще перпендикуляр. Вот он идет в одну сторону, и вот он идет в другую сторону. То есть, это прямая. Бесконечная. Вот это прямая. Если бы нам необходимо было бы построить какой-то конкретный отрезок, то мы могли бы здесь взять точку на перпендикуляре и ее, соответственно, найти здесь. И мы бы нашли конкретный отрезок. И, найдя натуральную величину этой отрезки, мы могли бы, например, определить расстояние от точки какой-то до данной плоскости. Но у нас задача стоит поставить перпендикуляр. И вот этот перпендикуляр мы восстановили. На этом задача решена.